Он говорит, знаешь, Кришна, даже если я завоюю все царство и все земли, вот у меня такая какая-то боль, так мне плохо, что даже если я вот все куплю, что хочу, знаете, вот когда ты взгрустнется, думаешь, надо сходить в магазин, купить что-нибудь новенькое. Ну так люди думают, да, покупают, и как-то легче стало. Но человек, знаете, бывает так плохо, так плохо, что вот и тортик принесли, и купили что-то, и мультик поставили, а плохо, горе просто, горе. И вот Арджуна говорит, все так плохо, что вот все, если собрать все насхождения, которые вот можно собрать, и принести, это меня не удовлетворит. Очень плохо. Я хочу решить проблемы все оптом решить. И вот этот стих как раз об этом. Он говорит, я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюют цветущее царство, которому не будет грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. На самом деле это признак благочестия. Если человек разочаровывается в материальной жизни, это значит, что у него есть благочестие. Обычный человек, вот как бы его жизнь не терзала, не теряет щенячьего энтузиазма найти здесь счастье. Подтверждается. Вот два раза даже. Вот просто его все забрали. Он сидит печальный, все плохо. Говорит, нет, надо еще раз попробовать. И еще раз попробовать. И вот много-много раз человек пробует и не разочаровывается. Он только вот... У него, знаете, мечта так она вот как светила, так и светит. Он все время к этой мечте идет. Но когда у человека в сердце появляется Сукрити, Бхакти Сукрити или Яна Сукрити, знание появляется, в этот момент у человека появляется возможность увидеть природу этих наслаждений. Господин Махарадж делился однажды своим опытом. В какой-то момент, когда его перспектива удачной, успешной жизни в советские времена, вот ученая степень, там какие-то, какое-то положение, вот кем работать, как вот все будет процветать. Он в какой-то момент, говорит, я сел и представил вот до конца, вот всю цепочку, которая меня ждет. Вот отсюда. И вот если вот полностью успех вот проявится, вот он посмотрел на все это и понял, что ничего интересного в этом нет. Какой смысл туда идти? Это признак богочестия. Потому что обычный человек не разочаровывается. Как бы плохо ему не было, не разочаровывается. Он говорит, надо еще тортика добавить, надо еще купить что-нибудь интересное, и все будет хорошо.